Так, у нас новая тема, тема у нас другая, но мы немножко нестандартно, когда начнем это дело, обычно рассказывают про портонную модель, соотношение колоннагроса и так далее сначала. Но вообще вещи достаточно простые, они у нас были до лекции, поэтому мы немножко с более сложного материала начнем, а именно с вами уравнение декларов, если время оставится, то еще немножко про более простые вещи поговорим. То есть у нас уравнение темы уравнения для изменений декларов, дешицин, глибов, липатов, альтеры и лепаризи. И первое, что мы с вами сделаем, первая задачка, то есть мы поговорим о числе, о неком новом элементе, который появляется в хромодинамике по сравнению с электродинамикой. И который в частности входит в это уравнение. Мы про него поговорим, а дальше уже будем более подробно обсуждать само уравнение, его решение и так далее. Как оно получено. Давайте с вами первое, что сделаем, первая задачка, это найдем число глионов в глионе. Подобно тому, как мы выяснили эти эквивалентные потоны, находили электроны, находили числа электронов в электроне, потонов в электроне, электронов в потоне. Ну вот, у нас здесь появилась новая в КХД треуглионная вершина, поэтому мы можем в порядке альфа теперь посмотреть, что такое числа глионов в глионе. Вот, то есть вот эту меточку мы найдем, вот эту меточку мы найдем, и она для нас будет... Почему важна? Потому что, если мы смотрим в порядке альфа-с, то вот это число, в общем, мы можем представить, как альфа-с надо было выделить, а,CB g ,k, то есть мы рекомендуем! По логарифму к La сейчас картинку призывают, будет понятно Ну вы вот знайте, что по x в Камре это растение А тут будет числа. Здесь будет стоять такая величина, то есть все дифференциалы, если мы из этого объекта выделим Из вероятности найти в глионе, найти другой глион с долей продольного ебульса x и с поперечным ебульсом k Если мы эти множители выделим, то то, что здесь будет стоять Вот эта величина, как вы знаете, входит в интегральное ядро воронения тереи по висе, правильно? То есть она для вас увеличена и будет наиболее интересной То есть мы сейчас с вами вычислим число глионов в глионе, а потом рассмотрим все возможные портонные ядра Вот какой здесь момент нового по сравнению с электродинамикой появляется еще Вот у нас число глионов в глионе, это такая диагональная величина То есть мы смотрим в глиний портон и смотрим тот же самый портон в этом портоне На самом деле это тоже было, когда мы смотрели число электронов в электроне Для этой величины существует диаграмма не порядка альфа, а собственно нулевого порядка, правильно? То есть в принципе, если у нас есть некий глион, в начальном состоянии есть глион с ил плюсом k То конечное состояние, вот этот глион, он может быть либо одноглионным состоянием, то есть один глион перешел в один глион Если мы уже в следующем порядке теории возмущения смотрим, то двухглионное состояние моста То есть один глион с ил плюсом k2 и один глион с ил плюсом k2 То есть это первая культура, это вторая Одна очередь в динамике, когда смотрели, там число, скажем, фотонов в электронах Мы всегда рассматривали двухчастичные, как бы, конечные состояния У нас вот эта величина dm, она с чем связана? Это матричный элемент не S-матрицей, а U-матриц Который отличается от T-матрицей тем, что интегрирование dm идет до минус бесконечности До бесконечности dm, до минус бесконечности до некоторого параметра t0 Который мы, в принципе, можем заменить на 0 просто То есть начнем dm В случае, когда у нас два глион, да? А вот выглядит как dm Явное выражение напишу Это есть обычный нащлоточный элемент Нащит По правилам фейма на обычные элементы Ну, там должен был указан просуммированный его поляризацией Если мы не поляризованы в случае, смотрим ее в средневные, да? Мы будем не поляризованные в случае смотреть Здесь у нас по поляризации начальному глиону мы будем усреднять По поляризации вот этого глиона, на который мы смотрим, да? Мы будем по его поляризациям суммировать Ну, вот Что здесь возникает? Для вот этого второго случая у нас есть, опять тактика, есть Так, если я сейчас сложу Здесь глион Это вот глион Это глион Это глион И вот он распался на 2 глиона Это глион Это глион Это глион Это глион То есть следовой глион Мы называем Немалом ЛСССКИМИС И С И метри Световой глион Где Мы смотрим вот Затем глионом То есть он нам интересен Он нам интересен И Считаем, что У нас в массовой поверхности И у нас такое представление для трехмерных импульсов, что k2 k2 это есть x на k, правильно? x на трехмерный, вот этот k плюс k поперечный k поперечный, это двумерная компонент и поперечная импульсов двухмерного k исходного геона g . k3, вот это делаем соответственно, мы из закона сохранения 1 минус x на k 1 минус x, дальше мы x чертовим сначала, минус k поперечный И мы наблюдаем за одним из этих геонов и фиксируем зависимость от x и от k поперечного Как выглядит выражение для вот этой вероятности посчитанной матрицы, вероятности найти углеон вдоль продольного импульса x и поперечного k поперечного? Это обычный наш фейменовский, посчитанный по правилам фейменов, вот этот маточный элемент должным образом усредненный Дальше вместо наших знаменателей, обычных пропагаторов, у нас будет энергетический пропагатор то есть это будет омега минус омега 1 минус омега 2, обратно У нас начальное состояние омега, а вот здесь мы разрезали, у нас есть омега 2 и омега 3 Омега 2 и омега 3 Омега 2 и омега 3 Омега 3 это просто модули вот этих k2 и k3 Дальше вместо 2 тиф 4 дельта функции нам надо будет 2 тиф 5 на объем на дельта функцию Дальше, некоторые множители из нормировки волновой функции идут так же как в S-матрице Какие там были, там было 2 омега на объем, это из нормировки вот этого плоской волны 2, это 2 на объем, это 2 на объем, 2 нега 3 на объем И, то есть квадрат, да, здесь, видно, что это квадрат, да, квадрат И фазовый объем, фазовый объем, это вот конечный углевод, то есть число состояний Вот этих углеводов, да, фазовый трансфируйте, то есть это будет D3 Вот, мы начинаем играть от теста Давайте сейчас немножко покрощу И D3, 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 D3 на объем на 2 пистуды Я две аму нарбировочные все пишу, но вам видно, что они все сокращаются. Здесь вот 1, 2, 3 объема, и здесь от каждой нарбировки бомбок функции тоже 3 объема. То есть это вот такое стартное наше выражение, оно знакомо с динами, правильно? То есть я вас всех просил его вывести, потому что вы все знаете вывод всех множительных и так далее, правильно? Ну да. Хорошо. Этот случай, когда две частицы у нас здесь стоят. А у нас есть еще одночастичное состояние. Одночастичное состояние. Ну вот оно так выглядит. Фактически, когда у вас на диаграмму нырни, в главном порядке, вот у вас будет начальный взгляд х, а тот же взгляд конюсный же от кастрих. То есть понятно, что югус кастрих равен югус х. Здесь следующий порядок, где вот каждая вершина, это вершина уматричная, то есть она спускается из экспонента, где стрихли С-матрица, а У-матрица, правильно? То есть вот в этом пропагаторе у нас соответственно энергетические знаменатели идут. То есть то есть G от ка, G от кастрих, да? Ну, чтобы вычислить вот эту величину в однагрированном состоянии, надо, соответственно, тоже по-моему, в планете это все взять, да? То есть вот этот однагрированный вклад, ну, так вот, так вот, что ли, вот. Он в главном порядке, в главном порядке будет просто вот эта диаграмма даваться, правильно? Вероятность будет даваться просто эта диаграмма. Это что такое? Это такое, когда У-матрица разлаговите, вот у вас есть У-матрица, и интеграл от минус бесконечности до нуля по ГТ и по ГТ и Х, да? Вот здесь вот один диаграмм Г, да? Вот такая вот оператор от минус бесконечности до нуля по ГТ. Вот такой вот оператор. Там, а вторая диаграмма, это у нас тут углеонные? Да, углеонные, да, углеонные. Ну, здесь все есть, и глионы, и кварты, здесь все есть, что вот отсюда идет, да? То есть я просто хорошо говорю, что эта диаграмма идет от единички, от экспонента, правильно? От единицы. Следующий член разложения, он не дает вклад в переход глион к глиону, зато дает вклад вот сюда, правильно? Вот, в частности, это глионное, да глион длился на взаимодействие, пошел сюда, да? Зато во втором порядке теории возмущений у вас есть, вот здесь вот есть петля. Давайте я ее так обобщенно нарисую. То есть здесь есть и глионная петля, в принципе, и квартная петля, правильно? Здесь в первом вот у вас есть тоже, да? Вот в главном порядке, когда я рассматриваю вот этот вклад, да, то моя вероятность, как будет выглядеть? То есть это будет просто вот этот матричный глион, то есть матричный глион, Gm, Trich, Gm, Abk, он он здесь вклад разный. На фазовый объем, на фазовый объем, скажешь, Trich, но он не скупит на объем. Это D, 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 Дает что? Это будет, ну, во-первых, она сама Вот, из куба 1, это карьерный трехмерный А во-вторых, она нуле, да? Модель трехмерная, нуле, это по импульсу нуле, да? Ну, а, ну, нам дэфи кастрих, там, запись в кубе, смотрите, я как напишу Я напишу, как, ну, вот кастрих у меня имеет то линику песока, это д-речный-никульс, это поперечная, да? То есть это будет, для продольных компонентов, это будет кастрих dx, правильно? Для поперечных компонентов будет d2 кастрих поперечных, согласны? На объем Вот это парабольный янтус, это поперечный янтус, да? То есть нам в конечном состоянии Вот это что такое? Если мы ввели нормировочный объем, да? То это есть просто объем, правильно? То есть вот этот очень большой объем, который мы там равноверно при бесконечности отставляем То есть у меня дельтапункция с нуля, так вот, вульгарно с ней обращаемся Но на самом деле мы под этим подразумеваем просто обычным объемом Тогда у нас что остается? Вот от этой дельта функции остается По продольным, по продольным, то есть трехмерная дельта функция По продольным компонентам остается дельта 1-x, правильно? Дельта 1-x, и поделись на модуль импульсов, правильно? Классно? А по поперечным просто будет дельтапоперечная, k-k' То есть поперечный, а поперечный в начальном состоянии равен 0, правильно? Ну, начального объема поперечных компонентов не было Поэтому здесь стоит просто дельтапоперечная, k' Вот такая вот такая вот, да? В результате все вместе нам что даст? Здесь только k' Ну, k' равен так, а потом от этого не важно То есть мы, что это, кстати, получаем? Получаем в связи с этой дельтапункцией 1-x Вот эта дельтапункция Дельтапункция поперечная от k' Согласны? То есть в главном порядке, вот когда мы смотрим диагональные мазочные элементы, у нас появляется дельтапункция, которая нам говорит, что импульс такой же, да? Только просто Мы с вами будем сегодня интересоваться вот этой величиной в порядке альфа В порядке альфа Вот эта кеатрамма, это порядок альфа, правильно? То есть в порядке альфа кроме вот этого вклада, который есть основной в порядке Есть еще, смотрите, какой вклад Есть еще интерференция вот этого вклада и вот этого, да? Это второй порядок? Что, я вас вообще не это первый? Вот раз в воздух будет интерференция, да? А этот вклад каким он должен выглядеть? Да То есть вот этот у нас обнаглионный главный порядок, да? А в следующем порядке Здесь будет точно так же я выделю делька крыльчную dx d это один минус x, да? Включаем минус x Вот в плавном порядке, надеюсь, будет этничка, а в следующем порядке, альфа-эс, надеюсь, будет от интерференционного члена некая диаграмма в порядке альфа-эс, два раза константы связи, и на некую величину а, которая, вообще говоря, бесконечна То есть мы знаем, что у нас там поляризационный оператор, хотя это не поляризационный оператор, но близкая с ним штука связанная У нас там бесконечности возникали, у нас там есть ультрафиолетовые расходимости, инфратарской расходимости То есть много всяких расходимостей, которые мы должны так-то регулировать Вот лямбда, это, скажем, регулилизатор операторской расходимости, лямбда, большое, регулилизатор операториолетовой расходимости Какая-то реномировка, по-хорошему, у нас сохраняется, да, все эти расходимости То есть я что хочу подчеркнуть, мне это не особо важно, главное, что вот эта величина вообще-то расходится, да Она как-то расходится, а структура у нее такая же, то есть поскольку геон перешел сам в себя То есть здесь будет стоять Δ1-x, да, и Δ, поперечная, и поперечная железная функция Вот это вот понятно все? Понятно, да? То есть вот какая-то инфекция, что в порядке ЛФС нам, во-первых, там смотрим число геона в геона Ну вот этот вклад, да, мы его прямо найдем неким таким хитрым образом, мы это вот А, а с вами найдем, да И вот этот вклад, мы их вместе просумируем и получим конечную величину, да, конечную величину Почему конечную величину? Потому что, смотрите, у вас, вот здесь вот, вот эти инфрактационные расходимости Можно так понять, что у вас, если геон очень мягкий, вот скажем, если x здесь, x, доля продленного импульса того геона, на который мы смотрим, да Если она близка к единице, в нее к единице стремите, к единице стремите, как здесь, да То вот этот вклад становится очень мягкий, да, и в какой-то момент он у вас перестает быть, ну, потенциально регистрируемым, да Он приводит к некоторым эффектам, особенно за счет взлетания и так далее, но он уже очень мягкий Если история была так с фотонами, то вы помните, что там восходимости от очень мягких фотонов инфракрация сокращалась с виртуальностью Вот здесь для инфракрашного исходимости продольного исц QUANDOя история та же самая У вас вот эта вот расходимость по продольному импульсу инфракрация, она будет сокращаться с инфракрасной расходимости от виртуальной поправки, да Это некие общие слова, теперь давайте с вами начнем считать Что нам нужно сделать? Главное, что нам нужно сделать, это посчитать вклад вот в этой диаграммы Вот в этой диаграмме Так, надо что-то побить Ну ладно, давайте основной там будем писать В доске кто-то что-то пойти, пусть хочет Но это, к сожалению На начало, прежде чем мы делаем различные элементы, давайте все остальное Всех с ними посчитаем То есть, во-первых, мы с вами сказали, что объемные бюро еще сокращаются Поэтому мы ее не будем сами писать Не будем ее писать Можно, в принципе, 1 кубе заходить А можно даже и только 2 кубе Можно по одному трехмерному импульсу А, 2 кубе заходить То есть, можно по B3 Так, тогда у нас Давайте пока тряпкой будем делать, а они переписывают это От определенного момента Тогда у нас пишется 2 кубе Держи Ага Давайте как-нибудь обозначим, что это вот, не знаю, двоечка Считали, что мы рассматриваем вклад, где у нас две частицы То есть, вот такого типа А вот у нас получается, что с вами Когда мы будем по этому карантинбировать Мы снимем дета-функцию Ну да, мы ее снимем То есть, у нас сразу возникнет закон сохранения Который я, вот смотрите, я сюда Я уже сразу написал этот закон сохранения Так что у нас возникнет закон сохранения Так что у нас трехмерная 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 Так что в том, что там трехмерная А то в том, что я здесь вектор не пишу Трехмерная Да Тогда у нас получится в итоге следующее У нас получится опять же Маточный элемент, да? Обычный маточный элемент Знаменатель энергетический откуда брались Вот когда Наши интегрировали блоки С бесконечности до бесконечности Да? То здесь Интегрировалась На матрочном элементе Экспонента Правильно? Экспонента В которой стоял Разность четырех инкульсов Вот этой частицы И вот этих И они добавили Дельта-функции Теперь они дают Трехмерную Дельта-функцию И вместо Еще одной Дельта-функции Дают вот этот Знаменатель Правильно? А все остальное Как и прежде Несмотря на то, что мы У матрица считаем А не С матрица Все остальное уходит у нас В матричный элемент Вот этот М Мы считаем по тем же Прагмам, что Обычные правила Фиммана Для С матрица Все двойки Может быть Какую-нибудь Заберем Восьмерка А Д3 Д3К2 Давайте тоже Распишем сразу Между ними Распишем Да Здесь Получается Получается Единица На восемь Восемь На два Восемь Восемь К Д3К2 Это у нас В первых Преперпедикулярные Составляющие Д2 Капа Прилечная Д2 К Два Отличная А Уже Уже Мы здесь двойки Просто Капа Отличная Хотя Может В заблуждение Вести Ну да Давайте Капа Поперечная Относится К Индексу Граничного Глеона К2 Да У начального Глеона К У него Ну, на дx, соответственно, и на модуль К, и на модуль К, омега, омега-1, омега-2, вот, модуль К это модуль Омега, то есть это вот это омега, по сути, не в статистике просто. Вот так вот, да? Восьмерку написали, дописку написали, да? Ага, хорошо, давайте здесь же, вот это чуть-чуть еще упростим, омега, у нас, вы уже сказали, что омега, это есть модуль К, правильно, модуль К, да? Омега-2, это есть что такое? Нет, ну, это Титова тоже. Это есть корень квадратный, или что? Да, это корень квадратный, здесь, соответственно, у нас получается, что х квадрат на омега квадратный. Х квадратный, ну, на кавку, ну, на кавку. Да, вот, дальше, соответственно, здесь чуть-чуть как-то гречный квадратный ответ. Как обычно, мы считаем, в наших приближениях, этих патронных приближений, мы считаем, что у нас доминантной является протония компонента, да? То есть мы можем разложить этот корень по большой вот этой величине. Да, ну, то есть мы вносим, получается... Ну, получается, примерно, х на омега, будет здесь единица, плюс одна вторая будет, плюс одна вторая, на кавку, это веще говоря, в квадрате, поделить на х квадрате. Да, у нас, получается, да, х на омега. Ого! Аналогично омега, припишем, что там омега. И, конечно, у нас получается, следующий. Так, омега 3 у нас. Это кодинка замкла из единицы минус х квадрате. Один минус х квадрате, с чертой можете писать для гадрата. А, за захватом омега. Так, плюс как? Плюс как? Плюс как. То, рюкс как подвечено, да? Плюс как подвечено, да? Подвечено, да? Мы считаем, что это величина тоже, но подвечено. Да, вот, вот. Вы можете сразу отвечено. Ну, да. Получаем структуру. Есть первая установка. Там есть х чертой. Замена х на х чертой, да? Х чертой омега. Плюс 1 вторая. Кадрат здесь, как квадрате. На х чертой. Ох. Х чертой омега. Хорошо. Давайте напишите где-нибудь, ну, там у вас место есть. В знаменателе. В знаменателе просечил тоже, да? Да, да. Омега минус омега 2 минус омега 1000. Да. У нас получается омега. Омега минус омега 2 минус омега 1000. Да. У нас получается равно. Это у нас аналитический знаменатель, да? У нас омега есть. Угу. Есть, соответственно, минус омега. Минус омега. Минус омега. И, соответственно, здесь у нас есть х. Да. Ну, только следующий парад. Капа подречная, но не в этом смысле полома. Да? То есть, капа подречная, но сравнивается с к. на полом. Это мы запомнили, что это будет некая наша малость. Да? Да, есть. Минус? Одна вторая. Капа подречная. И здесь получается единица на х-чертое. По сути, у нас связь как раз только различные. У нас получается минус от вторая, как с чертой положения. Здесь, соответственно, у нас получается x с чертой x не как. И все. И все, да. Так, сейчас и конечно. Ну да, правильно все. Вот и все, да. Угу. Ну, хорошо, у нас всегда уходят. Подставляем аккуратно, да, вместо теоретического номинателя подставляем вот тут квадрат, да. Матричный днев показ. То есть, мы его отдельно посчитаем. То есть, что в нашем вычислении новое, да, такое характерное, что у нас? Для диагональных вот этих партонных распределений, когда смотрим число галлионов в галлионе или, скажем, число кварков, кварков, на самом деле у нас есть еще вот этот дельтафункционный вклад. Дельтафункционный вклад. И он, как мы видим сейчас, довольно интересным образом объединяется, вот этот одночастичный вклад объединяется с двухчастичным вкладом в случае, когда у вас икс близко к единице, правильно? В кейде он тоже есть. В кейде он тоже есть. Мы его там просто не вычисляли. Он, грубо говоря, у нас там был неинтересен, потому что мы в районе единицы не смотрели, да, ну еще плотность. То есть мы смотрели при иксах не близких к нулю, да, и не близких к единице промежуточной области. А здесь мы должны во всем диапазоне смотреть иксов. Потому что это интегральные ядра, да, фактически интегральные ядра уравнения, и мы в этих уравнениях по иксам будем интегрировать во всем диапазоне от нуля до единицы. Поэтому они интересны и на краях тоже. Что, Кирилл? А вот когда у нас уникалили в мире 2 номинарителя, мы должны вот этот порядок учитывать? А уровень не надо учитывать? Ну, уже не должны, потому что... То есть просто вы достаете? Да, нам достаточно главного порядка здесь. Так, какой у нас кубаты атмосфраны? Это знаменатель или что? То есть икс. Ну, если здесь, да, икс, то есть минус. А вот здесь, да, икс, минус. Вот, сейчас, видите, включите их на нормальные поиски. Вот у нас получается икс-код, да? Икс-код икс-код икс. Икс-код икс. Икс. Ну, естественно, у нас одна фактика фуга сокращается. Так, а омегу вот эту вы сократили, да? То есть у нас вот это вот? То есть у нас все омеги сокращаются, да? Ага. Икс. 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 В принципе, смотрите, мы будем не поляризованы в случае смотреть, поэтому здесь вот, в D2К поперечный, мы можем по азикутальному мозгу тоже интегрирование провести сразу То есть будет, что здесь будет? Ну здесь будет соответственно 2П будет Вот, и здесь останется К поперечный Ага, в D К поперечный Ага, вот так И поделимся, как поперечный с четвертым Отличный с четвертым Ага Ну вот, давайте сюда вам профилюпичку, а там все-таки, вот так сказать Так что мы поняли, что Dm в его уголовном учреждении вкладе у нас равен к чему? По компашке? По сумме То есть это вот эта сумма, да? Да Которую мы сейчас будем считать по вот той диаграмме, да? Два квадрата Два квадрата Два квадрата осталось, да? По модулю К поперечного Ну и Dm Ага, хорошо, хорошо Капа первичная в кубе Капа первичная в кубе Капа первичная в кубе Капа первичная в кубе Значит у нас диаграмма какая? Здесь Там все Да, вообще все нужно в кубе Начальный репутс К, в конце К и К 3, да? Цветовой индекс здесь С и 0,3 Капа первичная в кубе Капа первичная в кубе Да, 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 мы видим средневекцию по поляризации, а мы в цветовом состоянии тоже У нас сколько цветовое состояние было в начале? Ну? Ну, n квадрат минус 1, да? Да, 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 если че А здесь тоже сентябрируете Ну, по большинству А сверху вас Как пазать? Сверху вас Как пазать? Мы уже не поднимем старшую ствол Надо здесь уничтожить эту глинуху на бодушь Ну, не поднимем Здесь, когда мы маточный элемент рассчитаем, мы вместе с электронами поляризации выберем То есть у нас есть сумма по поляризации, да, будет Ну давайте напишем, чему равен прям КЖФМ Сейчас вы его пишете, красиво Просто по правилам принимаем Минус И, да? Ну, соответственно, значит, трёхбилотная вершина Пус генератор, да, в присоединённом представлении Минус ИЖ И генератор в присоединённом представлении Давайте сразу через структурные константы ее распишем Это будет что? Еще раз У нас получается минус И Минус И Минус И Индекс И Сейчас посмотрим Здесь А, генератор В и генератор В То есть полчасовой стрелы Здесь у нас получается АЗС АВС, хорошо Давайте сразу вектора поляризации глионов в пудрящем У нас вот есть вектор поляризации Вот этого глиона с индексом С индексом μ, да? Ну, напишите, Е Е Е Е Е Е Е Е Е Дальше И вот эти два тоже Е Они у нас в конечном состоянии Они собряжённые Они собряжённые Е Е Е У нас имеют два, да? Угу 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 Единственное ограничение, которое у нас возникает, когда мы считаем Эдемиен Думовцы, да? Мы должны глионы, или фотоник, как мы считаем, да? Наблюдо знаники В какой поляризации посмотреть? В феминистской Не в феминистской, как раз В физической калибровке, да? В клоунастской калибровке Потому что у нас теперь уже калибровочного калибровка нет Да Вот мы с универсальной поляризацией, в разу Правил Феймана, да? С универсальной поляризацией, он так мимо жмил, да? Мы уже использовать не можем теперь для элементов с уни матрицы Помните я такое вам? Да Спрашивал вас в первом семействе Да И что калибровка? И он не помнит То есть это не с продуктами степени и калибровок связано? Нет, это не связано Это связано с тем, что для универсации у вас уже фактически корректовочной вариантности нет То есть вы все ваши Вы не можете использовать вот это правило суммирования Феймана, популяризация, да? Потому что у вас такого калибровочного кризвола живет То есть вы должны брать просто сразу физическую степень свободы для калибровки И все наши углеомные, и все наши публикации мы будем брать в ломанской, например, калибровке Ага, правильно следил написал? Ага, правильно следил написал? Ее, где-то Ее Ну, здесь не один такой Ага, еще Правильно? Ее, может это как-то Просто как-то, что двигается? В первом случае я индексы верстни, а в втором нижний на два раза. Согласны? Вроде правильно согласны. Ну и что, давайте перемножим просто. Получается индексы верстни соединиться. Сейчас смотрим. Дальше соответственно смотрим. А еще есть просто ли сюда? Да. Получается скобочка. Мир один. Сюда положим индексы верстни 2. Е1 смертва у нас, то есть скалярное произведение первое со вторым. То есть будет Е2 тяжелое? Е2 тяжелое скалярное произведение четырехмерное. Дальше. Здесь скалярное произведение. К1 плюс К2 накид 3, да? Да, К1 плюс К2. К1 это на самом деле масштаб. Да? Масштаб. 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 Так, дальше следующая скалярная у нас получается. Значит, 1 см 1. Я сказал у нас 2 см 2. У нас получается... К1 это то же самое, что в К1, да? Да. Есть какие-то хеденообразные обозначения. Здесь вот К1, здесь К1. Так, так. Прокупка вначале. Дальше. 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 Соответственно, у нас будет минус К2. К2 плюс К3. Ага. Так. Так. И последнее конграйна – это минус. Значит, там у нас включается плюс К2. Сейчас G1. Вот где вон, где вон, где вон, где вон, где где-то прижатая. Угу. На какая-то движетатель, на какая-то движетатель. На дуба сопряженная. Ну, ну не подал. Угу. 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 Всё, отлично. Этот всё можно стирать, мне кажется. Здесь мы, еще раз подчеркну, я, может, не очень четко показал, как у вас калибровка Здесь мы векторы поляризации должны рассмотреть физически, то есть у нас только поперечные глионы есть Только две поляризации поперечных глионов Давайте рассматривать обычные физические поляризации, где только трёхмерные комбоненты есть И давайте отдельно рассмотрим все эти слога С первой слога Здесь не просто перемножать, здесь надо подставлять наши разложения Ну давайте вот эту слогу напишем Первое, то есть удовольствие поляризации К1 и К2 К1 это у нас что такое? К1 имеет только продольную компоненту К К2 К2 у нас имеет продольную компоненту и поперечную К3 К3 у нас имеет подольную и противоположную поперечную И все наши поляризации физические Это значит, что я этим на К равно 0 Е2 на К2 равно 0 Е3 на К3 равно 0 То есть у нас вот такие подраничения Да Но для света же мы тоже самое верное Конечно Подставляем сюда Здесь у нас есть только трёхмерные компоненты Только выше 4 вектора Да, но у нас минус только в К Соответственно здесь будет К1 вектор плюс К2 вектор Ну и сразу выясните, чему мы делаем При этом Это средство Плюс К Значит Плюс ХК Плюс ХК Плюс ХК Плюс К Это есть, да? Да Плюс ХК Плюс ХК То есть у нас КЕ3 на К3 должно Равняться 0 Вот А Е3 это у нас, соответственно Вот Можем К поперечная Да А давайте Ну да Поперечная выразить А можно вы здесь сейчас посмотрите Вот у нас возникло К вектор на 1 плюс Х, да? Давайте на 1 минус Х его домножим и поделим Да? Ну просто выделим вот эти комбинации Выделим К3 вектор, да? Да, понятно? Правильно Правильно Говорить Отсюда можно Поперечная вырезка Если у нас получается Следующее Напишите Да Как К на 1 плюс Х Да? На 1 плюс Х Значит Отсюда 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 Опас Длинные Длинные А теперь сюда Ну Будет понятно Добавим Вышли К поперечную И прибавим К поперечную Да? Соответственно Дальше А у нас есть еще одно капоперечное, а мяк. Угу. Угу. Вот, осталась е-перечная сопротивление. А вот как у нас? Не-не, ну да, это у нас, соответственно, мы можем заключать слева. Это у нас есть ка-при вектор, правильно? Он со своим вектором более к записи сократился. Вот, и вот тут у нас получается минус вообще. Минус ка-поперечное на е-приз сразу же просим. Здесь, соответственно, у нас получается, когда мы к общему знаменателю приведем, у нас получится, у нас единица плюс х получится, у нас есть речная. Минус 1 минус х, да? Ну да, напишем 1 минус х. 1 минус х плюс единица. То есть, это получается у нас плюс единица минус х. То есть, здесь х у нас сохранится. Вот, и все это односколярное предметение еще. Капоперечное. А нах, я здесь скажу, да. Вот, или там будет минус 2, 1 минус х плюс единица. Ага. Х чертур. И ставлю. 21 минус 3. Угу. Вот, смотрите, у нас 2-3. Картинка примерно вот такая будет. У нас поперечные компоненты малы, да? Продольные велики минусы. Поэтому, что вектор таллилизации е2, что вектор таллилизации е3, да? Он в основном имеет только поперечную компоненту. Правильно? То есть, вот в этих калявых произведениях, вот в этих калявых произведениях, мы из вектор е3 можем оскать только поперечную компоненту. Ну, собственно, в приложении она поперечная, ее сразу отчего вырежет. Да? Правильно? Хорошо. Первая, давайте, аналогичная, на скоток. А вот эта, на скоток. А вот эта, на скоток. Ага. Вот. Тогда это будет с плюсом. К1. Ну, это К плюс просто. К плюс Х, в чем-то К. Нес К, это корречная. Вот, соответственно, здесь е3 и е2. Ага. Сразу можно ответить. Так же. У нас чем отличается, вот если бы здесь минуса не было, чем отличается вот эта скобка от вот этой скобки? Тем, что у нас х на х чертой. Х на х чертой. Погодите, а К поперечная? А К поперечная, у него знаки разные. На минус К поперечная. Да. Поэтому, в принципе, мы сразу можем ответ записать. У нас получается 2 на х. Вот. Здесь, так, у нас общий минус. Ну, у нас еще общий минус, на самом деле. Не-не-не. Разно-ка давайте отсюда стартуем. Здесь без минуса. Или давайте здесь без минуса тогда. Да. Если ты здесь без минуса, то здесь минус получится. Без минуса. Да, согласен, согласен. Значит, у нас получается 2 на х. К поперечная и Е2. Понятно, да? Вот этот ответ от этого отличается тем, что мы х на х чертой и х чертой на х. А К поперечная, а минус К поперечная, да? Переходим. Хорошо. И третья. Довольте комбинацию. Я делаю решитель. Третья комбинация. Так. Получается К3 минус К2. Минус К2. К3 минус К2. И Е1. Ага. Вот. Это все равно, что К2 минус К2. Это. Вот. Вот. А вот. Это все равно, что. Смотрим. Значит, у нас К2 минус К3 получается 2 К поперечных. Во-первых, у нас будет еще плюс x минус 1 плюс x, т.е. x минус x с чертой, т.е. это получается два, то не оставьте их в покое, они все предоставлены. Ну и на D1, соответственно, это будет означать, что у нас D1 просто, да, это нужно чокировать, остается только D1. Т.е. осталось только 2к, величное на 1к. Ага, ну отлично. Ну давайте все подставим, куда-нибудь сюда дышите. Так, это, наверное, было много уже. У нас из каждой скобки, да, из каждого произведения пойдет еще, да. Сергей, смотрите, он сюда еще в общем минус пойдет, да. Правильно? И включит. Да ладно, снова плюс. Да ладно, снова плюсом, да. Да, тогда у нас получается здесь E1, E2. Гризонность векторами. Да, да. Икс с чертой. Пишите как вектор. Да, как вектор. Ага. Ага. Дальше у нас вот это мы сломаем, но у нас в участии 2-3 степени. Мы несли один осталось просто. Вектор, ты не понимаешь, наверное, это было? Нет, это трепет. Вот. Здесь вот эта штука. То есть, я бить точку общей штуки. Десять. Два. Стоит отличная на ели. И два и три запряженная. Да-да. Дальше смотрим. Последний раз смотрим. С минусом, да? Полностью достали. Получается минус. Так. Там у нас я дим и я три, да? Я дим и я пик. Там я дим и я три запряженная, да? на 2 на x как? как? на е2 на е2 хорошо, давайте немного упростим выносим минус, выносим двойку и выносим все векторы в индексах Вот смотрите, здесь возникает скалярное произведение электторов поляризации Вот у этих электторов поляризации Е2 и Е3 Однако, в принципе, у них есть как большая поперечная компонента Так и маленькая продольная компонента Это пропорционально к поперечному Это значит, что у вас здесь есть большие поперечные и маленькие в скалярном произведении Поскольку у нас уже малость есть вот этого, да, здесь, то здесь можно везде считать, в этих лекциях поляризации, считать их сугубо поперечными. Понятно? Потому что разница, если мы будем учитывать также в этом скалярном произведении, не в этом, а в этом, да, если поперечность продольных нету, вот в этом скалярном произведении есть какой-нибудь продольный учитывал, здесь появится k поперечная в квадрате, да, то есть дополнительно k поперечная в квадрате поделить на k вектор в квадрате, появится дополнительная малость, да. Здесь вот везде можем считать эти векторы, считать их поперечными, правильно? Поэтому выносим на углы их поперечными. И 1, и 1 там, ставьте поперечные, ставьте поперечные, и 1, и т. 1, 2, 2, сэконом, и 2, поперечная, и т. 2, 3, поперечная, и т. 3, и камни, восьмое, сколько я кандидаю. К, нет, камни, не надо вносить. Ну ладно, здесь получается. И минус линусы, да, минусы. То есть получается 1 на x с чертой. Здесь, значит, индекс а с третьим. Здесь с кандидатом корречной и 3. И а... А больше плюс... Не-не-не-не-не, 1, 2, то что будет? Ну, от е 2 еще дельта, соответственно. А дельта поперечная возьмите, да? Нет, дельта поперечная, и 1, и 2. И 1, и 2. Где дельта поперечная, давайте я его уменьшу, напишу. Дельта поперечная, да, и 1, и 2, например. Это есть обычная третийная таблица. Минус произведения АК. Минус, наш продольный, да, х и, к и, к и, к и, и 2, делись на наш сам квадрат. Да? Вот дельта поперечная вот такая, правильно? То есть только две компоненты есть. Так, это минус еще. Не-не, минус на гривне. А, все, сюда. Вминус. Вминус еще. Вот здесь, вfo. Вот здесь, вfo. Вот здесь, вfo. Вминус. Впишите. Вминус поездочинку, который будет виртуем целом. Поперечная, точнее. И вот этот, и последний компонент. Давайте теперь вам приходится в ход. У нас получается двойку вынесли, у нас остается дельта поперечная с плюсом, с минусом. Дальше смотрим, где с плюсом у нас получается, где-то поперечное. Согласны? В связи с тем, что он делал по нигде, вас это не обманывает. И здесь единица на х. Хотел бы, то не могло пока что. Капа поперечная и 2. Дельта и 1,3. Капа поперечная и 2. Хорошо. Отлично. Это у нас матрочный элемент. Упрощенные существа в нашем глинеаре. Мы здесь использовали все-таки наше предвижение. Капа поперечная и 2. Это будет достаточно мало. Но если это использовать, то иначе умножение будет гораздо более сложным. Плюс еще. То, что мы физические поляризации используем для глионов. Что, Андрей? Средней. Сейчас будем усреднять. Что нужно делать? Мы сейчас будем возводить его по модулю в квадрате. Суммируем по поляризации. Ну, средняя. Сейчас аккуратно все коэффициенты. При суммировании по поляризации, вот если у меня есть, скажем, неважно какой. Первый, второй и третий. Едмитая и житая. Да? Если я суммирую по поляризации, то это что так нормально будет? Они все, все вот эти векторы, они все лежат только в поперечной плоскости уже. Будет дельта и житая в поперечную. Правильно? Житая в поперечную. Какие вызваны? С плюсом. С плюсом. С плюсом. Да. А, вот. Значит, что мы делаем? Мы усредняем по начальному глиону. У нас в начале есть две поляризации, да? Поляризации глионные. И n квадрат минус одно цветовое состояние. То есть будет единичка по дивизии. Две поляризации, да? Двойка. Так, и, соответственно, n плюс 1. n квадрат минус 1. n квадрат минус 1. n квадрат минус 1, да? Это двойка, это число лоренцевских состояний телевизационных, а n квадрат минус 1 цветовых состояний. У начального глионка, да? Здесь у нас четверка житва, да? 4 житва, да? 4 житва, да? Дальше. Отсуммирование по цветовым состояниям. Цветовым состояниям у нас подсветывают. Здесь сверху х1а, х2b, х3c, да? У нас возникнет четвертых. Ну, какой костинец от вот этого f? С r, f, a. То есть будет fabc на fabc, правильно? Да. fabc на fabc. Вот так и напишите пока. fabc на fabc. Фабc на fabc на fabc. Угу. Так. А от вот этих, отказа говорим, мы спросим к двойке. Да, поперечнее. Поэтому можно просто две таких скобки вписать с одинаковыми х. Правильно? Две такие скобки с одинаковыми х. Т.е. у нас получается а1 на х4. и на х4. А1 на х4. 1, и на х2. 1, и на х2. Впишите, как у вас там. Так. И так, а вторичная иерги – х, вторичная иерги – х, вертикальные иерги – х, вторичная, шестер, Так, ну, основной, сколько вам, в принципе, экстрематичного, значит, она такая же? Такая же, просто за счет вот этого длительного символа, да, у нас все индексы будут во второй стопке такие же, правильно? Ну, давайте, например, напишите еще раз. В смысле, еще раз, да? Да, 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 да. Да, да, да. Ну, написали. А у нас получается мойка. Так, сейчас, погодите, не стихите. ФОБЦ на ФОБЦ это что такое? Это дельта А. Это дельта А умноженное на что? Минам. Минам раз уже было. Казимир присоединенного представления, да, то есть это НС просто, правильно? НС. А дельта А это что такое? А, это присоединенный индекс, индекс присоединенного представления, меняющийся от 1 до Н2-1. НН2-1. НН2-1. НН2 на Н2-1. НН2-1. НН3 у нас сократилась. НН2-1. Когда уж пишите вверху 4, а вот здесь, вы найдете 2 на Н2-1. Ну, можно просто сразу сократить. Ну, сократите сразу все. Да, у нас получается 2m остается. Остается 2m. 2m, g2, да. И открываем большую сколку. Здесь сколько у нас? 9 слагаемых. Давайте рассмотрим сначала диагональные слагаемые. Это на это, это на это, и это на это. А потом убедимся, что остальные просто дают 0. Ну, это просто хелостое упражнение. Давайте в тетрадках самостоятельно их делимся. Здесь капер перпендикулярного квадрата. Да, везде будет капер перпендикулярного квадрата. Значит, дельта перпендикулярная у нас умеем. Это что такое путь? Дельта перпендикулярная и 1,2 умножить на дельта перпендикулярной и 1,2. Это 2 будет, да? 2. Вот. Все, отсюда и есть. Следующего. Здесь еще одна двойка на k, то есть линдикулярная. Знак какой? Минус. А, да. Сначала диагональ не пишем. Первое на первое, второе на второе сейчас пишем, да? Да. И плюс. Что у нас получилось? Идиница на x. Другойка на x получится. Другойка на x. Другойка на x. Тоже в квадрате, да? Ага. Идиница в квадрате. Идиница в квадрате. Да. Идиница в квадрате. Это всё у меня получится. Так, теперь с восемь. А теперь четырехлёстные давай рисуем. Опоротненько. В смысле эти тоже писали? Ну, пишите, чтобы убедитесь, что они сокращаются. То есть у нас получается плюс первого и второго, да. А сюда с трюгенцем идет? Да, это будет минус, трех, единица на х в чертой. У нас там останется, там, значит, смотрим, здесь икс какой третий, там тройка попадет на вот этот индекс, и здесь первый, то есть двойка сюда попадет. Сейчас, третий индекс, двойка. Да, каковы? Просто как-то обратился тут, да? Ага. Ну, обратите, где общего? Дальше можно посмотреть. Первый третий. Первый третий, первый третий смотрим. Первый третий у нас будет, там, знаки одинаковые, третий. А там плюс, то есть, плюс единица на х в чертой, и, скорее всего, тоже как квадратный. Ага. Ну да. Вот. Второй, первый? Второй, первый. Давай пишем сюда, где останется. Значит, второй и первый у нас знак минус. Единица на х в чертой. Тоже единица на х в чертой будет. Ага. И тоже должно быть как квадратный. Ага. Обязательно, квадратный. Вот так. Вот. Теперь, соответственно, третий. Ну да, второй третий у нас получается. Там тоже минус знак, минус единица на х в чертой. Ага. И тоже как квадратный. Вот. Теперь третий, первый. Третий, первый. Это будет плюс единица на х в чертой, как квадратный. Третий, второй. И для тех, второй, это будет завязанная вот эта штука. И у нас единица на х. Все надо внимательно посмотреть. То есть видно, что некоторые просто суммируются. Типа таких. У нас, смотрите, единица на х в чертой это что такое? Это просто есть единица на х, плюс единица на х чертой. Правильно? Да. А, ну то ли да, у нас все просто означательно сокращается. Значит, у нас вот эти два собираются с каждого углета, да? Вот эти два собираются в углета. И они все благополучно сокращают. Ага. Тогда у нас получается двойку выносим в общем. Двойку выносим. У нас получается четыре. Значит, остались только теоригональные. Вот. Вот. И здесь остается как? К в квадрате тоже выносим? Тоже выносим, да. Ага. Так. И здесь у нас получается единица на х в чертой квадрат. Ага. Плюс. Единица. И минус. Единица. Единица. Чего? Умус. Плюс. Единица в квадрате. Ага. Да? Вот такой у нас маточный элемент. Да. И теперь его сюда подставляем. Куда? А? Что-нибудь упрощать? А, ну надо. Мы сейчас расстроим. Данец еще. Поймаем. Стоп. Да. Умус. У нас. Думай, какой. Здесь. Жай квадрат. Зачем вам совсем не коэффициенты получить? Просто жмут. А то мы будем сокращать. Четыре. Жай квадрат. А жай квадрат можете написать как четыре пи альфа-эс. Четыре пи альфа-эс. Ага. Значит четыре пи. Значит четыре пи. Значит пять альфа-эс. Ага. Позже. Да. То есть мы в порядке альфа-эс попал. Дальше у нас остается, что на сценах имеется так это не разно. Ага. Измельца плюс единица на х квадрат. Ага. Измельца плюс единица на х квадрат. Ага. Позже. Четыре в квадрате. Ага. Так. И здесь у нас придется одну минуту. Ага. Два. Он догадал. Два на куб. Ага. В квадрате. В квадрате. В квадрате нам нравится. Как у нас здесь нахлыка. Ага. Ух. Ух. Их ещё. Ух. 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 Их. Ух. Их. Ух. 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 А в Ка перпендикулярно смотрите. Что осталось? Квадрат сократился. Осталось до этапа кубка, до этапа кубка. Давай. Давайте еще одну двойку нанесем. То есть у нас получается... Здесь двойка вообще есть. Поэтому можно оставить только четыре пиаре по весу. Четыре пиаре по весу, здесь четверка. Четверка сократится. Давайте сразу вот так вот сделаем. Альфа С на двойке вынесем. Помните, я со мной в начале записывал. Альфа С на двойке вынесем. Д логарифм К в индикулярной афтографике вынесем. Д Х вынесем. А все остальное запишем? Так, двойку сегодня запишем. Двое. Соответственно, у нас здесь четверка. Здесь четверка. Четверки сократятся. Вот. Двойка. Соответственно, двойка останется. Двойку мы туда внесли. Одну двойку мы туда внесли. Значит, еще одну двойку нам не пытается. Двойку надо написать. То есть будет двором, да? Два. Два. И нам надо всю радость описывать. Соответственно, здесь у нас получается Двое. Двое. И нам надо снять. Сейчас я так чувствую. И мне надо снять. Двое. И мы снять. И нам нужно снять. И мы снять. И нам нужно снять. Угу Да, вот так То есть фактически dx2 Вот эта вот штука, да? Эта часть клава в ту, что мы назвали в той же уровне от x То есть клава и лево то самое, что стоит в ядре в ядре уравнения уравнения дегла Значит, какой здесь момент есть такой Ну, во-первых, у нас скопимость единицы на x есть Да, когда я поняла за счет такой глионной расходимости И симметричная расходимость к единичке. Значит, от области x равной нулю, уравненных дегла таких проблем нет, да? Грубо говоря, эта функция будет интегрироваться с какой-то степенью x достаточно большой, чтобы в нуле проблем не было Проблемы возникают в единице в единице Вот у нас здесь стоит 1-x и вы будете Открыть двойцы в волновании и uhh x 1, f x x x x x x x Поймно? Сейчас. Погнать. Капы. Здесь капа. Здесь ать по вес. Погнать. То есть вверх, вверх, вверх. От х в квадрате. И вверх. В алгарифе в квадрате. Да? В алгарифе в квадрате. То есть от области малых х в области малых х у нас проблем нет. У нас проблема, когда х около единички мы находимся. Когда этот аргумент может быть единичкой. Может быть единичкой. Т.е. этот раз, пока я сюда сажусь, по и четырех. По и четырех я сажусь на нижний предел. Что я хочу сказать. С вот этой раскопленностью вроде как никаких проблем нет. Угробнений. А с вот этой раскопленностью возникают непонятки. Да? Потому что в единице, около единицы эта функция не интегрирована. Правильно? Ну с обычной конечной. Туда же вроде еще какие-то члены добавляются. Ну вот мы сейчас это видим. Очень хорошо. Очень хорошо. Вот мы как раз эти члены сейчас будем добавлять. В общем, не учли. Да? Вот смотрите, как мы с вами эти члены будем добавлять. Я теперь пишу выражение для... Вот это вклад в ядро. Это вклад в ядро от... От чимов? От двухчастичного на состояние. Вот так с которым мы делаем. А у нас есть еще вклад в ядро от одночастичного состояния. Да? Тоже есть. И запишем мы его так. Сергей, спасибо. Молодец. Это вот стереть можно? Да. Значит, что у нас есть? У нас есть около леденицы, когда мы находимся в окрестах стертируется. У нас есть вот такой план. Да? То есть, надо работать только когда мы около леденицы сидим. Значит, мы помним про него, что он сингулярен. То есть, вот это англо содержит в себе виртуальные поправки инфракрасной расходимости. Да? Расходимости. Вот давайте по этому запишем сумму. Сумму этих двух вкладок в таком виде. То есть, полное выражение для... Напишем так. Во-первых, на основной вкладке. Плюс х на х чертой. Плюс х на х чертой. Плюс х чертой на х. Плюс х чертой на х. Плюс некая константа А. Стивра этих. Моделька функции 1-х. А вот здесь вот запишем такой знак плюсик. Плюсик. Сейчас поясню, что я сделал. Смотрите, что я сделал. Я фактически сложил вот этот вклад. С вот этим гертофункционным вкладом. Да? Вот здесь вот содержится расходимость. Да? Вот эту расходимость я переместил в прескрипцию вот этого единицы на х чертой. Вот таким образом я здесь делал. В принципе. Что такое функция с плюсиком? Вам на лекции, на лекции, на лекции, на сердечного сканера. То есть у меня, что такое функция 1-х с плюсиком? Такая причемная функция, да? Часто встречающаяся, кстати. Что это такое? Вот она на пробную функцию какую-то вот, φ действует следующим образом. Она берет и от нее отнимает ее значение в единичке. И интеграл остается в сабочной лице. Для единицы. Да? То есть действие на пробную функцию φ, оно вот такое. Да? Видно, что φ в единице это что такое? Это дельта функция. Правильно, в единичке? То есть я могу вот это обращение переписать. Смотрите, в каком углу. Переписываю вот в таком виде. То есть интеграл от ряда единицы просто на клаву. Фи от х на 1-х. Да? В единице. Это у меня, ну да, да? Без всяких ключевых. А в следующий класс моделей я напишу так. Минус интеграл в πy на 1-у. А здесь напишу интеграл в πx дельта 1-х на φ от х. Просто такое тождественное преобразование сделал, да? Ну, не очень корректно, конечно, с точки зрения мотоанализа разбивать это на величины сингулярные, но вот эта сингулярная величина, правильно, в единице, и у нее есть то, что расходимость содержится, да? То есть, глядите внимательно, вот это что такое? Это некая бесконечность, которая у нас сидит, как раз и будет здесь, и реализуется вот этим параметром ляма, да? То есть, вот эту бесконечность отсюда, отсюда, я ее взял и перетащил, перетащил вот сюда Не имею права сделать, да? Я же не сказал, что такое вот эта астинтель, да? То есть, вот так вот поступлю, вот таким вот образом Пока что я просто перераспределил эти бесконечности, отсюда ее взял Здесь, в принципе, может, еще что-то осталось, да? Никто не говорит, что я все бесконечности отсюда укладываю Просто некий кусок бесконечности, перетащил его в определение того, что такое х чертой с плюсиком Да? Это удобно почему? Потому что теперь, в отличие от вот этой функции, да? У меня уже с плюсиковой функцией хорошо определен интеграл Я уже понимаю, что это такое, да? Это уже понятно Вот давайте теперь попробуем объяснить вот эту астинтель Чему она равна? Это вторая часть нашей задачи Сейчас мы это сделаем Так Надо его немножко застевать То есть, в принципе, мы нашли то, что искали Тут теперь остался еще вот этот только функционный член, да? Который важен только в ответственности, когда аргумент равен 1, да? Вот язык образовался Давайте, чтобы его написать, такое, сначала, воспоминание, хвоздует Отзывем это воспоминание об ООН Ностальгия по квантеру и динамику Там мы с вами считали число фотонов в электроне, число электронов в электроне, да? Число электронов в фотоне, да? Вот давайте все это немножко вспомним И вспомним, как модифицируется соответствующий вороженок Вот начнем с числа фотонов в электронах, да? То есть диаграмма у нас такая, которая означает Вот у нас есть электрон, который излучил фотон, на который мы смотрим, да? А у нас есть х, карточка вечная, холодная, за ним смотрим, да? Значит, что мы знаем? Что там есть, во-первых, альфа-рес, альфа-рес, альфа-рес выражение В безвластном случае смотрим Зависимость от х какая у нас была? Единица плюс х челтой в квадрате поделить на х Помните, что такое? Дх и Д в одеихом тапе в муникулярном квадрате Какой выражение у нас было? Помните? Просто альфа Теперь, как оно модифицируется, когда мы будем смотреть число глионов в квадрате? Только здесь не альфа, а просто альфа Альфа Да, спасибо Просто альфа Да, а как его модифицируется? Ну, во-первых, альфа-рес заменится Во-вторых, появится Из поляризационных эффектов Да, у нас коэффициенты все эти самые будут, но останется под светом По подсветам Да, у соль глионов еще разного Теперь у нас будет Начальник будет стоять за единицу на НС Потому что этот квадрат может находиться В исходной квадрате, в которой мы глион смотрим Он может находиться в НС-состоянии Правильно? Отлично А в квадратах вот этой диаграммы Если у нас генератор стоит У нас что возьмут здесь? Когда я возьму эту диаграмму В матричном элементе Будем изводить квадраты Суммируем по всем поляризациям Что будет возникать? Какой объект? От генератора От генератора Будет От ТА За счет глиона Снова будет ТА И вот этот генератор будет Такой же как этот генератор Правильно? То есть что такое будет? ТА, ТА и что еще? Это матрица пока что В квадрате никакой матрицы нет Я беру вот эту диаграмму Сложу ее в квадрат И суммирую по всем вот этим индексам Что это такое будет? Вот видите у вас Вот это ТА Оно с какими индексами? У меня вот этот индекс Ж И этот И То есть это ЖИ То есть у меня от этой диаграммы будет стоять ТА ЖИ И Да От запреженной диаграммы будет стоять ТА И ЖИ Это что такое? Ну это след ТАА Это след ТАА След ТАА След ТАА это что такое? Одна вторая Одна вторая Дельта Одна вторая Дельта АА А Дельта АА это что такое? Одна вторая Число цветов Число цветов Число цветов Каких? ЦФ Правой Вот Дельта Ну что такое? ЦФ Это будет ЦФ ЦФ Вот это по-разному можно написать, да? Со одной стороны это есть ЦФ умножить на ЦФ, правильно? Вот это уже ЦФ А три из единичной матрицы это есть НЦ, правильно? А с другой стороны можно это написать как Одна вторая ТАТА Да? Одна вторая Одна вторая Дельта АА То есть одна вторая умножить на Н2-1, правильно? Ну это то же самое, как вы видите, правильно? ЦФ на НЦ и вот это одно и то же, да? Короче, что у нас осталось? Какой профессиональный? ЦФ 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 А НЦ вот это сократилось, да? То есть будет А2С на 2П ЦФ 1 плюс чертой абразия на Х ДХ Д мг. Капель-мдикулярная абразия Хорошо, это так вспомнили Тогда давайте пошустрее по электронам в фотоне Электронам в фотоне То есть у нас есть исходный фотон, а в конце электрон с позитроном Да? Это было ААМ2П Ну, два штука будет Там не было вот этих мягкофотонных расходимости, правильно? И оно было симметрично по замене электронов на позитронов, правильно? То есть здесь стояло Х квадрат плюс Х четвертой в квадрате Никакое уражение Тогда число квадратом в глионе Чем это будет равнов Как изменится? От усреднения по цветам здесь будет 1 на Н квадрате абразия 1 Да, теперь От вершины? От вершины будет что? Трагистый АТА, правильно? в этом месте будет одна вторая, правильно? одна вторая то есть ведь в этой х-безис популяризме дополнительной специальности на 2 х2 плюс х4 в квадратике пополам в dx в лог.к. в квадратике равное число электронов в электроне было какое? оно легко отсюда получалось потому что той же самой диаграммой давала вас показать замена электрона на фотон то есть мы должны будет все назвать х на х с чертой как перпендикулярно или минус капитер перпендикулярно то есть это было а в плейпе а в плейпе а в плейпе плюс х2 на х с чертой dx в лог.к.ппп Тогда за счет световой алгоритмы что у нас появится? Ну, ничем не отличается вот этой, правильно? Все то же самое. То же самое усыгнение, 1 х на 1 и то же самое 3 Та квадрата будет, верно? То есть это будет альфа-с на 2пи, cf, cf, а здесь будет 1 плюс х квадрата на х четой И возникнет та же проблема, что и с глионами, это же диагональный переход, правильно? Поэтому туда вклад будет сдавать инфреференция вот такой и такой диаграммы, верно? То есть в альфе это какой-то плюсик и дельта-функция 1-x, коэффициент 3 вторых Мы сейчас убедимся в следующих задачах, мы убедимся, что она 3 вторых нет Вот, вспомнили основные результаты, которые мы в электродинамике знали и цветовые множители написали для них, да? Для чего я это делаю? Мы с вами только что посчитали число глионов глионий, да? Я его вот таким образом перепишу, вы видите внимательно Вот так вот я перепишу Значит, здесь есть основной вклад, правильно? Вот эта единица Вот теперь пишу, что у него есть То есть это вот d-ка перпендикулярная k перпендикулярная dx d-ка 1-x и все, да? А тут вот эта единица Уганчик в порядке альфа-с плюс альфа-с на 2х альфа-с на 2х альфа-с на 2х умножить на альфа-с на 2х уголок b из нас уже g вот g от x да? в котором у нас есть неизвестный коэффициент а стилей да? коэффициент мы пока его чему нашли, да? вот он там после перегруппировки он у меня а стилей обозначил, да? это коэффициент и умножить я тут должен на dx dx x и d логарифм карты конскулятора в квадрате да? вот здесь у нас неизвестный коэффициент который мы хотим найти да? а внизу неизвестный коэффициент на дозы а здесь декатерпендикулярно еще нет я хотел падения с целью декатерпендикулярно 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 один вечер, переставал теперь давайте посмотрим на следующее вот у меня вначале был глион продуили мы пульсом К этот глион мог развалиться на что? он мог развалиться на два глиона где есть продольный импульс мог развалиться на на кварк то есть у меня вот этот его продольный импульс мог перейти в кварк продольный импульс кварка вот я свяжу за одним протоном здесь да? и помог развалиться на антихватка моя антихватка да? то есть что я могу посмотреть вот у меня вначале был глион с каким-то продольным импульсом и в конце у меня возник какой-то другой бортон глион, борт и борт тоже с продольным импульсом правильно? тогда сумма всех продольных импульсов вначале должна быть равна сумме всех продольных импульсов в конце верно? то есть как я это могу записать? вот я могу сказать, что ввести такую величину такую величину как я говорю позавтра давайте я позначу F с двумя умиксами K это просто проинтегрирована O D O O D проинтегрирована от некого O O O O D N имеет смысл вероятности перпендегрирована O 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 N N O N O которые у меня возникли из исходного углеона и сумма всех продольных импульсов должна мне давать исходный импульс К у меня должно быть выполнено такое соотношение вначале у исходного углеона был полный продольный импульс К а дальше, после вот этой фрагментации а как мне записать продольный импульс, чего он равен? продольный импульс вот этого партона какой? х на к х на к вот этого тоже х на к, правильно? и этого тоже х на к но перед ними коэффициентами стоят разные функции f от х вот эти вероятности то есть вероятность разной я должен по всем ним просуммировать да? суммировать и у меня в конце может быть глюон в конце у меня может быть кварк и в конце у меня может быть антикварк и проинтегрировал от меня до леднички правильно? да то есть это получается это суммарный продольный импульс здесь а это суммарный продольный импульс в конечном состоянии вот это понятно? да понятно? то есть здесь некий нутриальный момент для каждого квадрата для каждого квадрата у вас внутри вашего глюона свой набор партонов с разными иксами с разными иксами и вы когда по всем им просуммируете должны получить полный продольный импульс то есть есть некий такой закон сохранения продольного импульса да инновативу напишем от этого сохранения накаля сокращен здесь остается а еще я кое-что забыл да что я забыл что я забыл вот в случае в случае когда у меня у меня же есть еще вот такая диаграмма да в смысле аппаратил глюон он себя перешел а в случае когда у меня двухчастичное конечное состояние когда я продвигаю по всем иксам вот гуля до единицы да у меня что происходит при подсчете продольного импульса вот видите здесь например этот кварк имел импульс икс а этот один минус икс я по всем иксам пробежался а потом начал смотреть антикварк с долей икс а здесь у меня кварк с один минус икс я кварк не посчитал здесь посчитал за счет того что у меня кварк здесь я посчитал за счет того что у меня тождественные глионы правил? потому что конфигурация когда здесь х а здесь один минус их она эквивалентна конфигурации 1 минус У已1 ну ков K а здесь Х Дого то есть для таких вот двух частичных состояний У меня здесь стоит подредаловник несимметрийный фактор еще стоит Вот здесь нет несимметрийного фактора для одночастичного, а для двух частичных и есть То есть это либо одно, либо одно второе Либо единица, либо одно второе И вот эти единицы для этих одно второе Тогда, например, идите и запишите, как выглядит закон с параллелем Продолжаем Для продолжаем Просто Сократим на рот Подставляем здесь А, седьмого распространения Главное, ребята, F Просто подставим А симметрийный фактор мы вставляем? А? Или расписываем сюда? Вы его в каждом случае распишите Давайте подставим Напишите, если это будет интеграл по 3 Смотрим сюда внимательно Глядите Для одночастичного состояния Я лучше убрать То есть, просто Мой вот этот член Он проинтегрированный по декабель регулярному Правильно? То есть просто вот эта Дельта-функция, она с ней так То есть Если только Дельта-функции не будет И останется шкаф Ну, так Дельта-функция Я, ну, здесь не совсем аккуратно написал Потому что у меня Дельт здесь есть, здесь опять же Дельт Я так и хорошо сделал Я сдавал, надеюсь, что вам было Дельт Подведем Чтобы это было распределением Ну, здесь неференциалы не было Потому что я дифференциал А, ну, это Дельта-функция То есть здесь будет Дельта-функция Семь тренинных факторов У нас единичка Единичка, да В порядке В порядке альфа-эс Что у нас есть? Пишем альфа-эс на 2пи Ну, соответственно, вот это вот Пишем все Альфа-эс на 2пи с большим скобком открываем Да? Альфа-эс на 2пи с большим скобком У нас здесь есть глионы У нас здесь есть глионы Да? Вот они Пишем все Тренинные факторы У нас здесь есть глионы Альфа-эс на 2пи с большим скобком И у меня есть nf, nf и nf антикварков. Ну а, кстати, здесь же еще одна вторая. Напишите одну вторую, и еще даже по всяким антикуляторам проектировать, надо еще играть здесь. То есть будет, что есть, плюс nf, nf, nf антикварков и nf антикварков. У каждого из них какое распределение? Как оно выглядит? Вот так вот, да? Будет nf, например, маленькая запущена. nf антикварков нужно вывести. Будет nf, 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 nf. То же самое, правильно? То же самое выражение. Все, фигура на скобочку закрылась. Значит, теперь... Это что такое? Это вы f уже смотрели, f подставляли. Они проинтегрированы по капельку рентикулярного, 0 до q2, да? То есть будет что обстоятельство? Ну, логарифм. Ну, это логарифм обстоятельства, да? Логарифм. q2 в верхнем пределе, а в нем пределе некий регуляризатор, у нас в нифракрасной массовой расходимости q0 в квадрате. Это то ли у ки? Ну, лучше q0 вырешите, потому что это другое лямпо. Вот здесь я у меня тут вырежала в какой на расходимости, а здесь q0. Как? Одну вторую? Не одну вторую симметриную ножку, а одна вторая. Потому что мы два раза посчитали все наши формули. Да? Так, ничего вырежем? А, сколько нам тут еще? А кто большой? Да. Угу. И что мы видим? Чего фигурные интегралы в фигурные скобки? Вы еще забыли про фикс. А в фигурные скобки, ну, тот, кто где дельта функционал, и у вас что? Ну, у вас стоит у вас? Ну, у вас стоит у вас, у вас, у нас есть у нас с ума, а у нас интеграл сто процентов. Единицу, идиницу сократится. Да? Тогда интеграл от всей фигурной скобки будет? Да, ну, это ас минус ас с ломой. А, нет, еще скажи. Интеграл от фигурной скобки почему раньше, как-то боится? Вы уже как бы вперед параллоз забегаете, сейчас вот здесь единица вот этой сократилась, а что осталось? Ну вот, соответственно, вот это, что-то, 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 а это, что-то у нас? Нулю. Нулю равен, словом 0 сказать можете, вот эта единица сократилась, остался 0, да? То есть, когда это было соотношение, можно найти от стихи, да? Стираем все сверху, пишем это соотношение. Ну, хвалите на секунду, на секунду. По поводу вот этих 3 вторых. Как вы думаете, вот этот 3 вторых каким указом можно было бы найти? Вот этот коэффициент. Вот коэффициент астины мы с вами начали из закона сохранения протольного импульса, да, в протонной картине. То есть, мы взяли на эту нуту масштаба ку-квадрата, да, и смотрим на наш протон, на ваш глион. В нем мы можем найти много-много-много глионов, от ку-квадрата ку-квадрата, с разными продольными импульсами, да? Мы по ним просуммировали, должны все наши протонные картины получить исходный продольный импульс, да? Чтобы получить, чтобы вот этот 3 вторых получить, как вы думаете, какую величину надо посмотреть? Наверное, поперечник, собственно. Поперечник равен 0, я не знаю, это уже так еще. Поперечник, то, что у нас равен 0, вы заложили в принимательку здесь. Из какого закона сохранения? Энергия. Энергия? Энергия не так простая. Энергия не так простая. Ну, энергию нужно записывать. Ну, что у нас для кварков есть еще? Для кварков ку-квадрата есть. Вот у вас в начале был кварк, да? А в конце тоже кварк. В начале заряженная чтица, а в конце заряженная чтица. Заряд. У вас есть заряд, правильно? Заряд. И каким образом будет выглядеть логичное соотношение? В начале был заряд кварка, да? А здесь будет стоять интеграл чего? Ну, плод от заряда. А ку-кву у вас в конце зарядничает только кварк. У него будет еще заряд. Поэтому у вас будет соотношение такое. В начале у вас был дx заряд кварка, да? А в конце у вас стоит dx ку-кву. А ку-кву от меня задерживается. Правильно? На заряд, вот. На соответствующий заряд кварка. Вот этого кварка. То есть, смотрите, да? И точно так же у вас, вот на ку-кву, вот от этого возникает единичка, да? Она сокращается, да? А в порядке альфа-мис у вас интеграл от всего вот этого должен быть равен по dx, правильно? Отсюда вы найдете вот этот коэффициент 3 в 2. То есть, логика нахождения вот этого коэффициента такая же, как то, что мы сейчас делаем. Вот здесь можно, вроде бы говоря, сокращать вам вкладку. Значит, пишем. Слева ноль у нас получился, да? Вы общите соотношение, потом будет. Ноль. Да. Ноль. Альфа-мис у нас можно сократить уже на это, да? На это можно сократить. На логарифм можно сократить, на двух стороне можно сократить. Вот все это галл под x, да? Вот сразу x. Вот этот x можно заносить, чтобы потом регулировать более проще. x.p расписывайте один нюх. Значит, x в квадрате минус один, поделить на один минус один. Правильно? По определению того, что ты укладываешь? Да. 1 минус x. Да. Вот сократился x в квадрате. Коксов, а пас еще тут. В коксов. Угу. Угу. Все. Здесь все. Еще. Угу. Далее. Угу. Угу. Здесь все. Угу. 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 Скобочка ушла. Сюда было вверху, закрепился. Так. Сразу же скобки раскрывать, а вот как играть сейчас надо будет. То есть, в конкурсе х, мы завезли сюда, вот и мы делаем 2x3. Скобочка раскрывать. Значит, 2x3. Ну, x будет и минус 2x. Минус 2x квадрате. 2x3 минус 2x квадрате. Сюда. Ага, все. Будет это. Да, убрать. А стиль-то и сразу надо интегрировать, да? Да. Да. Ну, а вот при вейте сначала. Вейте чего-то. Вейте чего-то. Замечательно. Осенье. Вейт? Вейте чего-то, вейте, когда подумали. Вейте чего-то? Вейтеater Priest. Вейте вот так. Здесь х квадрат минус 1, тут видно один минус х, это на сколько? А что такое? Ну, а это минус 1 минус х. Минус 1 минус х, да. Сейчас здесь... Получается, да? Получается минус 2х. Ну, 2х, и теперь он получается... Минус 1. Минус 1. Всё. Находничку. Находничку. Ага, хорошо. Починяем. Здесь у нас ещё остается. 1 минус эта лунка, с 1 третя. 1 третий, минус 1 третий. Здесь? Здесь 1 двенадцатая. То есть, минус 11 шестых. Минус один из шестых. Хорошо. Отсюда нарастили равно. Нет, точку не буду ставить, равно. На что-то похоже. На то, что мы ее делали. Ну, а что мы делали? Бета-функция, да, это что такое? Это одна вторая, одна вторая на бета-моле, правильно? Одна вторая, может, на бета-моле. Где бета-моле, это один из третьих акций, у меня с вами находили, правильно? Вот обратите внимание, что мы считаем вот это выключено, да? Вот это выключено. И у нас получается бета-функция. Бета-функция. Вот в пятой вашей задачке вы тоже, когда будете кондиционный оператор, считаете, у вас тоже бета-функция проявится. И вот подумайте, есть ли какая-то связь между вот этим результатом и нашим результатом. Какой у нас ответ получился? Давайте его запишем. Погодите, ребят. Вот сюда вот его пишем. Значит, в порядке альфа-с. В порядке альфа-с число глионов в глионе давно. Ну что это? Значит вот, это что такое? Альфа-с. Альфа-с в ма-ки, скобочка. Ну, dx, dx было dx, как это будет, да, ну, dx было, как это будет, верно, ага, и скобочка открылась, и скобочка сделала Ну, сейчас Вот это вот, где 2 жены надо Успеем, 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 не успеем Так Так Ага, плюсы только с тобой пополам, да? Ага А вот, как только начать и объем Ага 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 Отлично Примечательно Молодец, Андрей Ну, давайте я вас еще не отпущу Андрей А? Я вас не отпущу? Ага Ага Аааа Что, на этом закончим сегодня? Ну, да Утомились, да, уже? Ну, давайте на этом закончим Адам Ааааааааа Доброви Симфер Симфер Ну, в день 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 В день